Останавливает гаишник мужика на машине. Вы превысили скорость. Ну какой же русский не любит быстрой езды? С вас штраф 50 тысяч. Откуда деньги у бедного еврея? Разговор двух друзей. Я женился, жена работает в ГАИ. Поздравляю. Да что ты! В первую же брачную ночь уже два раза оштрафовала. За что? За превышение скорости и остановку в неположенном месте. Гаишник пасет народ напротив кафе. Из него выходит веселая шатающаяся компания, расползается по автомобилям и разъезжается в разные стороны. Гаец, как истинный хищник, выбрал себе того, который еле шел, проехал 300 метров и остановил его, проводит стандартный тест на опьянение, прибор показывает результат трезв. Но разве это возможно? Да, сегодня моя очередь быть приманкой. На мотоцикле несется наркоман. На обочине тормозит его гаишник. Наркоман останавливается, гаишник подходит к нему, козыряет. Старшина Сидорчук. Наркоман хлопает его по плечу. Мо-ло-дец! И со страшной скоростью уносится дальше. Заходит рыбак в рыбный магазин и покупает большого карпа. Расплачивается и просит продавца. Знаете что? Вы мне эту рыбу оттуда из-за прилавка бросьте. Продавец удивленно. А зачем, рыбак? После этого я всем честно могу сказать, что я сам ее поймал. Меня останавливает гаишник. Знаете, почему я вас остановил? Хотели узнать, какого я роста. Выйдите из машины. Ну, вот, я же говорил. Гаишник на дороге, как снайпер на войне, сделал несколько удачных выстрелов, выдал свое местонахождение. Пора менять позицию. Умер гаишник. Предстал перед Богом. Тот спрашивает, ну что ты, сын мой, делал ли ты людям добро? Да, бывало. А зло? И такое было. Ну, вот тебе две дороги. Одна в рай, другая в ад. Какую выберешь туда и попадешь? Мент отвечает. А можно я здесь, на перекрестке останусь? Жена обозвала меня занудой. Так вот, я опросил всех своих родных, друзей и коллег. Двадцать четыре человека отрицают это. Сорок шесть отшутились. Восемьдесят четыре промолчали и только десять подтвердили. Ну, какой после этого? Я зануда. С тех пор, как я выучил азбуку Моорзе, не могу уснуть в дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал меня выпить. Причем настойчиво, трижды и по имени. Отказаться было неудобно. Регистратура в поликлинике. Скажите, окулист принимает? Не то слово, бухает по-черному. Алло! Здравствуйте, это телефон помощи алкоголикам? Да. Скажите, как делать мохито? В бутылке Мартини Россо один литр жидкости и стоит она в магазине 1200 рублей. Во флакончике одеколона Чебурашка 0,1 литра жидкости, зато стоит он всего 10 рублей. Придумай вопрос и реши задачу. Ни одна интересная история не начинается со слов «Выпили мы как-то с друзьями по стаканчику смузи?» На первом свидании я любовью не занимаюсь. Вы сначала выпейте, а потом делайте громкие заявления. «Слышь, браток, это не твой там ягуар у подъезда стоит?» «Да, мой». «Можно я допью?» В каждом русском живет аватар, только выпьешь водки и сразу становишься добрый и синий. А еще тебе кажется, что ты большой, сильный и очень ловкий. «У вас ролики есть?» «Нет». «А самокаты или велосипеды?» «На худой конец». «Мужчина, это винноводочный магазин!» «Ладно, давайте бутылку. Видит Бог, хотел спортом заняться». «Если ты просто пьешь водку, то ты алкаш. Но стоит бросить в стакан цветок ромашки, то опа, ты уже фитотерапевт. В России все болезни лечатся водкой. От одних болезней нужно ее пить, от других не пить, а от некоторых растираться. Мужик идет по лесу. «Да, а ты?» Вдруг на него бежит лось и сбивает мужика на аземь. Только подниматься стал, медведь вслед за лосем бежит, сбивает мужика опять и, даже не замечая этого, бежит дальше. Уже злой мужик рывком встает и видит, как на него набегает заяц. Мужик начинает злорадно улыбаться, через секунду оказывается на земле, а заяц убегает. И тут раздается голос с небес. «Мужик, а мужик, ты бы отошел от карусели!» «Слыхал? Цены на водку снижают. Неужели все так хреново?» «Хреново будет тогда, когда ее бесплатно станут наливать. По сто грамм. Каждому фронтовику». «Здравствуйте. Меня зовут Егор, и я украл панду из зоопарка. У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков. А вы думаете, я это трезвым сделал?» «Беги в ближайший магазин и купи пузырь». «А что такое пузырь?» «Да, ты прав. Возьми два». «Эх вы хлюпики! Вот у наших родителей были методы обучения. Когда я был маленьким, отец вывез меня на лодке на середину реки и выбросил за борт. Я доплыл до берега, пошел в милицию и написал на него заявление. Так отец научил меня писать. В чем разница между оперативниками уголовного розыска и участковыми?» «От поставили перед ними задачу – пойти в лес, найти и доставить лося. Опера привели ежа и зайца, каждый из которых признался, что он лось. А участковые принесли объяснительные от барсука, лисы, волка, медведя и остальных обитателей леса о том, что в данном лесу лось не проживает. По данным генпрокуратуры, треть всех преступлений совершается под воздействием алкоголя. «Только вдумайтесь! Почти 70% преступлений совершают трезвые!» Увидел трезвого. «Перейди на другую сторону улицы. Зачем рисковать?» «Нам сказали – пить надо в меру. Мы не поленились и заглянули в словарь. Мера старорусский. Единица объема равная 26 и 24 литра. О, паньки! Кажется, мы даже не догоняем!» Сценаристы канала НТВ бьют тревогу. У них закончились все доступные и возможные сочетания со словами «менты», «закон» и «беспредел» для названий криминальных сериалов. Если мама – медик, а папа – мент, то дети – медикаменты. В связи с переименованием милиции в полицию медики заволновались. «Успеешь ли ты досмотреть это видео до того, как полицию и Росгвардию переименуют в жандармов?» Летят на воздушном шаре Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Их снесло в сторону, и они заблудились. Смотрят. Внизу человек стоит. Холмс. «Сэр, вы не подскажете, где мы находимся?» Тот, посмотрев на них, отвечает. «На воздушном шаре. Холмс. Знаете, Ватсон – это определенно был математик. Но почему? Только математик может дать такой точный и бесполезный ответ. Как-то раз доктор Ватсон разговаривал с Шерлоком Холмсом. «Дорогой Холмс, а правда, что вы видели собаку Баскервилей?» Шерлок Холмс, протягивая доктору Ватсону свою трубку. «Попробуйте, Ватсон, вы еще не такое увидите!» Холмс и Ватсон, пьяные в хлам, идут по улице и встречают молодую девушку. Ватсон начинает приставать. «Девушка, как вас зовут?» Та, не останавливаясь, молча показывает им средний палец. Ватсон возмущенно. «Холмс, что это значит?» «Элементарно. Ватсон. Девушка, глухонемая, испанка, и зовут ее Хуанита. Зашел в ресторан рядом с зимней Олимпиадой. А там все палочками едят. «Так это, наверное, китайцы были?» «Я тоже сначала так подумал, потом присмотрелся. Лыжники, а с одним прищуренным глазом – биатлонисты.» Вада разрешила американскому биатлонисту стрелять из дробовика, так как у спортсмена было плохое зрение. Еще Вада разрешила американскому биатлонисту пользоваться лазерным прицелом из-за синдрома рассеянного внимания. Если вратарю можно брать мяч в руки, то почему бы ему не схватить его и не побежать к воротам противника? Американцы со своим футболом так и поступили. Как только слышится, что зарплата должна соответствовать результатам труда, то сразу вспоминаются наши депутаты и футболисты.